всем привет вы на канале нас уже в америке мне лайк из май лайф и сегодня у нас продуктово распаковочный блок будем показывать то что мы только что притащили закупили будем это разбирать и смотреть давайте посмотрим а сначала мы чуть-чуть расскажем про какие-то скидки у нас часто спрашивают пользуемся ли мы какими-то скидками или купонами где мы их берем и все такое прочее так вот но мы их нигде не берем либо какие-то скидки купоны приходят от магазинов по почте либо они бывают прямо в магазинах вернее эти скидки и купоны в газетах от магазинов но это да мы покажем просто сегодня еще что показать и опять же мы купили что-то с купоном просто во всех магазинах очень часто все продается уже с какими-то скидками у них какие-то специальные дни есть там спешил дэй там сэйл менеджер и там от менеджера там куча всего и вот почему мы затронули эту тему мы сейчас покажем буквально в ящик что-то кинули мы сегодня курочку купили с купончиком и я хочу сказать что мы не нашли и не знаем где брать купоны которые типа показывают вот там в интернете на ютубе можно увидеть когда набирают целую тачку она стоит тысячу долларов кучу кучу да папку с купонами и платят там 3 доллара например или один вот где эти купоны брать мы не знаем кто знает расскажите и мы пойдем и наберем и все их задали сейчас переходим к нашим покупкам взяли сегодня такую куриную группу в таргет вот такой на нее написано вернее наклеен купон что 5 долларов скидка значит либо на этот продукт либо на море продукт и вот этот лоток он обычно стоит зайка сколько он стоит ну давай так не обычно стоит да а просто регулярная цена с 4 и за 4 в другом магазине можно было бы заплатить там порядка 9 долларов не подожди 9 это ты загибаешь всем складе мы обычно платим где-то но там у нас больше ротки там а здесь по ну получается это бы стоило ну около 8 долларов а так мы заплатили 3 мелочи при да то есть получается в два то и больше раз ну и вот например вот от костка приходит двух видов книжка это вот такой журнал в котором вот видите сразу написаны цены то есть вот например цена на предмет и вот написано что она 2 999 после 700 долларов скидки вот мы находим здесь это вот такой вот мягкий угол вот он будет стоить 3700 на него скидка и вот так вот все эти углы расписано когда вы будете покупать еще будет налог поэтому надо да ориентироваться что еще чуть-чуть 10 процентов грубо говоря да и вот такой вот журнал значит здесь получается мебель представлена спальные гарнитуры пианино даже есть это вот спальне пошли вот ванная пожалуйста есть всякие обеденные группы кухонная кухонная это техника да потом вот ножи это вот аэр фраер драйер там короче все 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 что хотите для сада огорода гараж в общем потом мы идут уже всякие мелочи какие-то мебель для party и все это вот так вот со скидками вот какие-то цены написаны написано какая скидка спортивный инвентарь дакузи вот так его регулярная цена будет пятьсот пятьдесят соточка скидка получается часы ювелирные украшения в общем все это такой вот журнал он приходит регулярно периодически обычно приходит в пол формата вот такая вот книжечка там скидки на неделю указаны на месяц на месте оговорился и вот еще например сегодня от селес формате пришло то есть можно воспользоваться этим купоном до 20 ну это не по нато скидка до 28 апреля 30 процентов на твою покупку то есть ты хочешь лекарства покупай хочешь витамины и хочешь апельсины там все что можно купить там продаются и косметика все кроме наверное кроме спиртного по моему обычно указывается что спиртное не не работает так но сейчас мы переходим начнем с сухого корма так ну давайте по порядку все что на нем написано нас просят показывать вот значит все и будем показывать раз но это вид так про него бла 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 все такое рио номер один все дела информации с другой стороны вот 120 калорий в порция в порцию 1 2 чашки так ну и вот все что он содержит вы можете наблюдать а также его ингредиенты так там даже витамины и минералы есть вот так вот то есть полностью сбалансированный сухой корм для мелких пород да семейных членов семьи почему ты открываешь за она просто у меня открылась я когда брала она она щелкнула в общем да открыть и дать погрызть это очень вкусно это не знаю вот мне печенье арио ну скажем так я его могу есть могу не есть более много любимых вещей но вот этот вот корм сашка он похож чем-то вот на такие колечки в беларуси продаются они там я не знаю зайка как они визьба там или что ведь мы называются они да то есть много видов всяких вот таких вот колечек я помню мы их покупали в беларуси глазированные не глазированные очень вкусно не нравится тебе неудобно сейчас кушать неудобно но я не хочу вот это будем открывать пробовать очень сладенькие давай сашкой конфеты их можно смоктать покажи какой ты напугайся что бы один остался отлично переходим к сладостям за радостью значит здесь у нас получается что 530 грамм да в общем как вы видели мы все это взяли в кардике на скидочке потому что это пасхальная продукция так ну и давайте смотреть что у них есть какие там калории что почем какой хоккей с мечом что там у нас кальция нет кальция так ну вот ингредиенты свежесть гарантирована нету каких-то особых срок годности 20 год то есть 10 20 то есть они могли на следующую пасху еще продаваться но не могут уже нужны будут новые упаковки ну что вскрытируем вот такие цветные камушки ну что они получаются блин я съел оранжевым прямо как фанта это получается такие не скажем желейно-мармеладные да как мармеладки тебе не понравилось зайка не ешь сашка нам больше будет поехали в другой как я тогда эти высыпаю обратно потому что я столько не съел да я тоже да я съем еще красненький следующим лайнером нашей программы тоже какие-то желейные бобы 397 грамм того же целиком пасхального они до октября кстати 19 то есть на следующую пасху они уже не дотягивали так вот значит чего там они в себе содержат так а где их составляют ингредиенты еще один вид как они называются с фарбаст более мелкие они более жесткие тоже другие по помощи трубе парад я жил зеленую похожим на что там на яблоко на на а выжики короче здесь есть вишневые апельсиновые клубника лимон и яблоко с виноградом смешно вот зеленый оси он похож был на яблоко да может чуть-чуть на виноград а рыженький не понял на что похож вот такой вот такой тоже желейки они одинаковые ну в смысле ну мы наверное желейки открывать не будем давай покажем просто что там есть так у них срок годности тоже кстати январь 20 тоже можно было продавать на следующую пасху но если избавиться то есть отличительная отличительная черта американской торговли это то что все вот эти вот праздничные товары они не зависают в магазинах до следующего года вот а быстренько после праздников сбрасываются еще один старбасы да они просто вкусные да он не вкус не меняется немножко все что они содержат наверно а эти кисленькие будут разные красители просто красители и подсластители и подвкуснятили так в общем их целая срок годности тоже 19 ну в общем вот такие вот вкусняки все больше а вот давай мандельс еще открываем да старбаски мы открываем сейчас покажем вам еще мандемс и что там еще сейчас у нас открывается 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 это будут наверное шоколадные яички у нас так значит что у нас здесь ты хочешь такой кукуруз? давай я тебе баночку не 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 я просто так вот наши ингредиенты так и вот наши калории так срок горности кстати опять же 20 год ну давай зайка открывается там у нас шоколад всегда вдвойне вкуснее если это не пиво и все так облако не а ресикап это киткап киткап? у каждого свой прикольно они правда сделаны как яички сочи голубенькие смотри ой еще голубенькие не попадают ну как оно сочи оно надо ножичком разрезать я не разрежу оно же сверху скорлупа давай я попробую короче нам надо вот так вот делать оно очень жесткое внутри но очень нежный молочный шоколад вернее снаружи как скорлупа жестко а внутри а почему я вижу одну руку только? а внутри очень нежный молочный шоколад в общем это очень вкусно рекомендуем к покупке да очень короче вот это вот снаружи на скорлупе оно такое как посыпочка какая-то очень нежная на вкус потом жесткая жесткая скорлупа прямо вот как яичная и внутри очень нежный молочный шоколад поэтому если увидите можете покупать очень классный продукт а сейчас учитывая что у нас такая кондитерская тема в распаковке сладкая хочется передать привет нашему постоянному подписчику Жорику Вартанову только что от него пришел комментарий я с ним переписывался он обычно ну как обычно он очень часто бывает первым кто просматривает наш влог и вот на днях он пришел там восьмым или каким я спросил где он загулял он говорит на работе много работы перед Пасхой вот и на ответ кем он работает он ответил что он работает кондитером так что есть за кого порадоваться человек который катается в шоколаде что ли вот так что Жорик Вартанов вам наш искренне горячий привет из Калифорнии у вас классная работа смотрите наши влоги у нас сегодня сладкий влог частично ну что переходим у нас МНД вот такой МНДМС маршмеллоу то есть это внутри для того кто не знает что такое маршмеллоу типа что-то мятенькое типа зефирчика так ну что нам покажу по сроку годности до 22 нет до 19 годин до 19 поэтому до следующей Пасхи бы он уже не долежал поэтому он все равно продается так и я вот что-то это самое слабо по ингредиентам а вот ингредиенты мелкие очень мелко ну вот как-то так ну вскрытие сейчас специалист по МНДМСу расскажет где можно купить золотой МНДМС в прямом смысле слова где а да сейчас а я уже рассказываю да ты рассказываешь в общем когда-то очень давно у меня появилась мечта побывать в магазине где специализированном магазине МНДМС и когда мы были в Вегасе мы туда съездили у меня даже плед оттуда есть вот и сумка и сумка оттуда есть да в общем МНДМС там стоит нереально дорого все ехали туда в казино играть и только я хотела просто в магазин МНДМС там все там ну все вещи связанные с МНДМСом там разнообразные эти вкусы и виды этих конфет и в общем это стоит очень очень дорого за обычную пачку МНДМСа там за два с половиной ну за килограмм щенца ты отдаешь 9 долларов а там 100 грамм или короче совсем в 10 раз там ну в общем вот такой пакетик разных там МНДМСов дети там и такого немножко взяли такого такого сякого ся в общем мы отдали практически 80 долларов я так вот за столько конфеток ну это были незабываемые ощущения вот моя детская мечта но там все вкусы там из кофе еще там только нету куча всяких вкусов но ценят они его необоснованно я еще взял один мармеладный какие-нибудь даже не понравились вот так вот ну ничего мы потом съели не покупали думаю уже потом скуса ну в общем вот такие МНДМСы а мне кажется это обычный МНДМС давай разрежем его он мягкий внутри или что нет не мягкий а где маршмеллоу маршмеллоу жареный получился да и ты главное не порежься как ты ну я не могу я боюсь там как белый шоколад просто белый шоколад а где маршмеллоу а тут написано белый шоколад со вкусом наверное наш но для меня это обыкновенный белый шоколад да ну красный ну да ясно ну что все теперь а вон еще у нас мы такие открывали да такие открывали да давай переходим сейчас покажи да я покажу значит у нас есть вот там любитель Сашка смотри что для тебя Голд Микки Маус в общем это кретер вот что там у него у него там вот срок годности какой-то даже есть да август девятнадцатого года обычно эти кретеры вот такие вот золотые рыбки еще они бывают цветные а здесь у нас значит получается рыбки будут с Микки Маусом вот такой он забавный так значит вот такими он фактами обладает такими 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 и вот такие ингредиенты в нем присутствуют так ну и собственно все вот здесь вот еще немножко истории а здесь можно нарисовать Микки Маус представь вот Микки Маус 1928 года а рыбки с 1962 года очень веселые а а сейчас если ему уши по-другому нарисовать то будет плута смотри у них просто универсальное лицо ведь никогда не обращали внимание смотри ведь это плута только с другими ушами так ну собственно вот такой вот давайте вскроем а я пока ему не забуду Сашка Микки Маусы в студии это очень прикольный крекер он со вкусом сыра чеддера и он очень хрустящий ну там только красные мини Маус красные Микки Маусы и золотые рыбки ну зайку чтобы они отмечались наверное надо будет ммм хрустящий соленый со своеобразным вкусом эксперт я скажу обычные голлфест мне больше нравится они имеют больше салт да ну вот так вот ну Микки Маусы тоже нормальные да забирай Сашка эту тарелку с собой возьми Наришу поставь может выгрызть Саш я поставлю ты можешь потихоньку клевать хорошо а сладкая тема продолжается ну это мы наверное открывать не будем да мы это открывать не будем мы будем показывать как это готовится это очень здорово вот в общем это что это смесь для торта да да вот она значит вот такими фактами чего там она в себе содержит вот и мы иногда мы говорим наша зайка иногда печет нам вот такие торты ну как иногда по мере необходимости периодически же в семье бывают праздники всякие вот и мы любим вот такие вот тортики вот я люблю шоколадные ореховые поэтому здесь две пачки потому что праздник будет ой один торт почему-то упал на пол так а это вот тот который ореховый вот тот кто смотрит наши влоги и кто подписан на инстаграм тот мог видеть фотографии этих тортиков и и видеть эти тортики да просто скажем так какие они получаются вот я думаю такие смеси есть везде и наверное видели мы их в долларусе да не помню я не помню рассказывайте если кто-то готовил рассказывайте как вам нравится будет очень интересно обсудить в комментариях да давай еще вот закончим пирожными но мы их не будем открывать пирожными что-то меня это переклинуло в общем это вот в смарт энд файл мы купили набор вот таких вот донатсов его цена 5.99 50 процентов сейлик но мы сегодня их резать и пробовать не будем потому что хотим чтобы дети их распечатали и с молочком задринчили вот ну и все и наверное что у нас со сладостей все да переходим к полезным продуктам вот в беларуси когда эта упаковка стоила неподъемных денег дети очень это как бы и любили и хотели ну и первое время здесь пили да а потом они наверное уже как-то напились этого и в общем сейчас да Антоша в основном на это нажимает ну вот сравните для интереса что написано у вас на упаковке что написано у нас такой ли состав совпадает ли он потому что по идее то должны быть одинаковые составы как бы от этого от компании да и ингредиенты вот ну в общем вот такой полезный напиток сейчас пьет в основном только Антошка так что у нас теперь это вот нам не надо теперь у нас есть вот такой вот йогурт по йогурту у нас тоже да в основном работает Антон и его мама так что у нас в этом йогурте такой йогурт наверное тоже в Беларуси есть не знаю не помнишь а мы уже покупали вот такие йогурты в Беларуси ну да они там были в больших упаковках но не в больших упаковках не такие но мы покупали большие наверное уже да мы даже как-то готовились по-моему пытались там помнишь что-то было в Франции но что-то у нас не пошло так ну вот значит что в этом йогурте есть так тут ничего не видно тут ничего не видно особых каких-то значков ну вот такой вот йогурт пишите если есть такой в Беларуси сколько стоит делитесь комментариями так такой йогурт вот такого формата в такой банке мы обычно берем клубничный и стоит он сколько зайков в Сэмсклабе $98 а за этот мы отдали два с чем-то там ну и ванильный в общем-то ванильный он все время дороже да и он значит в этом есть в Волмарте у него наверное точно такая же цена и в Волмарте как и здесь мне так кажется ну мне кажется что в Волмарте может быть даже дешевле ну я не помню точно не буду баночка 900 грамм так что у нас в следующем йогурты закончились переходим майонез 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 миром проект майонез так значит вот что есть в майонезе сравниваете с вашим и рассказываете в чем разница ну что еще нам показать вроде все по кругу показал срок годности а где то мы у него видели срок годности на синей полосе до какого-то там до двадцатого года да так ну вот сок мы первый раз купили так первый раз купили мы вот такой вот написано стопроцентный сок из консерванта ну в общем тот сок который мы пили раньше он тоже из консерванта я думаю они все из консервантов натуральный сок это вот из той машинки что мы вам показали в смарт энд файнал там можно прямо из апельсинов выжить ну а этот вот вы видите что он содержит что в нем есть все его так сказать составляющие так еще мы купили сегодня молоко такое какое по сроку годности давайте вот покажем по сроку годности 8 мая сегодня у нас 25 апреля так значит что у нас это 2 процентное молоко 2 процентной жирности ну вот все что в нем есть ингредиенты составляющие на нем одна этикеточка больше не показать поначалу так и что у нас осталось пару салатов ну салаты мы видели вот это вот значит это у нас просто капуста нет а да просто я вижу почему-то капуста да да получается тут два вида капусты и морковка и морковка да вот значит как чего приготовить пишут советы дают как приготовить вот что значит это капуста из себя представляет вот написано что зеленая капуста морковка и красная капуста вот он вообще какой-то там совсем душевенький да что-то два удачи вот и еще один салат 3 лб это пачка значит у нас здесь о короче это саша может сказать айсберг летос а это один вид да потом морковка и красная капуста и все это нарезано такими крупными хлопьями в общем очень такой это вкусно называется вкусно мы его часто покупаем даже не часто регулярно я бы сказал наверное да вот такие всякие есть вещи а ну и все последним номером нашей программы сегодняшней можно сказать это опять же мы решили побаловать нашего мелкозавра ой на наших мелкозавров не Сашка я думаю что мелкозавра да уже все равно это ты у нас больше всего работаешь по макаронам а что у нас классного так ну вот вот видите тут вот написано вот это вот ноу-ноу-ноу так вот такие вот в них нутришн факт вот такие вот ингредиенты я думаю что они все дают скорее всего одинаковые сашка просто любит какие у нас такие макарончики да давай давай я их вот так отрядочком поставлю мне кажется у них у всех одинаковые и все рядом покажу ну вот я да вижу 250 калорий у них у всех там три процента там два процента они абсолютно одинаковые да кальций и железо есть здорово так ингредиенты ну вот такие прикольные макароны для пачки можно сыграть вот ну что вроде бы все да на этом наш распаковочный влог подошел к концу всем кто слушал пишите ваши комментарии задавайте вопросы в общем мы стараемся показать все что покупаем рассказать показать что кушаем стараемся как-то логично покупать экономично да да я не знаю ну в общем все не забывайте подписаться на канал поставить колокольчик инстаграм все время появляется вы видели он появляется кто не проматывает тот сто пудов увидел как называется заходите в инстаграм и там вы увидите что из этих продуктов ингредиентов может приготовить вот этот шеф-повар все вы были на канале new life is my life увидимся в новом влоге бай бай пока 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 не забывайте пока Продолжение следует...